Сергей, здравствуй. Привет, Роман. Спасибо, что позвал поговорить. Всегда очень приятно и полезно. Я думаю, что нашим слушателям будет очень полезно. Я хочу тебя, прежде всего, представить. Сергей Ивашкин, педагог вальдорфской педагогике. Занимаешься на типософии и основал, ведешь канал Вальдорф ТВ. Такой очень известный темный канал. Я очень рад нашему сотрудничеству. И у меня есть для первого такого знакомства с нашим сообществом несколько вопросов, которые, я уверен, будут интересны. У нас сегодня в Израиле, например, день выборов. И мы сейчас каждый день становимся перед каким-то выбором. И это не только выбрать премьер-министра или партию. Выбрать, что правильно или как правильно. А для того, чтобы выбрать правильно, есть определенные условия. Давай поговорим, какие условия для правильного выбора могут быть и каким образом с точки антропософии человек может укрепить в себе эту способность выбирать правильно. Кто принимает решение? Я педагог, но моя педагогическая деятельность уже давно распространяется не только на детей, но и на организации, и на взрослых людей. И сейчас моя педагогическая деятельность доросла до того, что я работаю консультантом по развитию человека и организации в Международном институте, который также и называется. Международный институт развития человека и организации. И вот моя задача сейчас помочь человеку как бы опереться на самого себя. Тогда у него много сил. Вот чтобы принять решение, там нужно понять, во-первых, кто такой я. Во-вторых, иметь картину мира, свою довольно целостную. Вот как у тебя есть холистическая медицина, да, из целого надо подходить. И вот когда ты принимаешь решение о чем-либо, тебе нужно иметь целостную картину мира и свое место в ней, в этом мире. И вот тогда ты можешь уже проверять, вот кто мне помогает, а что мне мешает. То есть я осознаю себя, и для этого мне нужно понимать, что я состою. Вот есть у меня эмоциональные мои проявления, что есть у меня проявления просто моей привычки, мои народные традиции. И надо понимать, вот это мое, не мое. Хочу ли я эти привычки поменять, хочу ли я что-то изменить в своей жизни. Или даже со своим телом что-то сделать, поправиться, похудеть, стать более подвижным, гибким. Вот это я должен осознавать себя. Какие у меня ценности есть. И вот когда я понимаю, ага, я, я вот такой человек, вот я нахожусь вот в этой ситуации, вот у меня есть такие ценности. Вот для меня что важно будет? Я смотрю сюда, я смотрю как, если это я делаю выбор, я помещаю вот этого кандидата в свою картину мира. И смотрю, он для чего там находится, вот куда он идет, куда он ведет людей за собой. Это мне по пути или нет? Вот у меня есть такой интерес, значит, я могу пойти за этим. А у меня здесь такой интерес. И вот только когда у тебя есть картина мира, и ты помещаешь туда человека, только тогда ты можешь принять правильное решение. Но нужно уметь опереться именно на самого себя. А вот я сам – это всегда умение контролировать свои эмоции, умение контролировать свои мысли и контролировать свои действия. Если ты этого не умеешь делать, то тебя извне как бы и нету. То есть на тебя повлияло, послушал эту программу, пошел туда, послушал эту программу, пошел сюда. И только на третий день тебе говорят, а ты туда и туда ходил. Конечно, как в известной истории, почему ты, Раби, почему ты говоришь, что он прав, почему ты говоришь, что он прав, а как же так получается? И он что отвечает? И ты тоже прав, да? Это известная такая история, что ты тогда… А где ты тогда сам? Где ты сам? И вот чтобы уметь собирать все в кучу, нужно уметь управлять своими эмоциями, чувствами и, естественно, действиями. И вот я посвятил этой теме, чтобы быть самим собой, посвятил этой теме последние шесть лет. Я работаю с темой воли. Потому что управление эмоциями – это воля в эмоциях. Управление своими мыслями – это воля в мышлении. Управление действиями – это воля как бы воля в действии. Я умею поставить задачи, ее выполнять. И вот здесь, если сначала я там делал одноразовые такие встречи, как бы просто рассказать людям, чтобы они понимали, как воля действует, – вот я перешел к тому, что надо делать упражнения, что там многомесячные такие курсы, чтобы мы могли шаг за шагом двигаться в направлении этой воли. А как это происходит? Да, шаг за шагом ты имеешь в виду, что есть группа, и в группе… Да, мы делали группы, чтобы друг другу помогать. Помогать именно вот в этой способности удержания мыслей, способности как бы не впадать в крайности, в эмоциональные. И вот это очень получается, что не то, чтобы ты как зашел и вышел оттуда ангел такой сразу волевой. Нет, ты потихоньку начинаешь вырабатывать новые привычки. И вот эти новые привычки, связанные с тем, что последовательно мыслишь, наблюдаешь вообще последовательность, вот выборы сейчас, когда ты тренируешься последовательно мыслить, выстраивать мысли одну подле другой и видеть эти цепочки, то потом ты очень легко слушаешь кандидата, что он тебе рассказывает. И у тебя прям лампочка загорается. А это не связано с тем, а это не связано с тем. Здесь он просто к эмоциям обращается, но за этим нет фактуры. Потому что ты привык и видишь целостный образ развития мысли, и как они логично между собой связаны. И есть ли в конце целостный образ. Я сегодня несколько подкастов по радио слушал, я вообще не слушаю. Тут они мне попались просто, слушал музыку, а в подкасте я думаю, так, о чем люди говорят-то? Вот я слушаю двух человек, и я вижу ни тот, ни другой линию не держу. Они нелогичны. И они даже противоречат друг другу. Я это слушать больше не буду. Потому что у меня наработана эта привычка видеть целостное. Я вижу, как они обходят какие-то сложные моменты. Я вижу, что они педалируют только одну сторону. Они не объективны. Это вот навык. Это то, что мое я натренировалось. Вот это видеть картину, что там одно есть начало, и факты между собой связаны. И это приводит к тому, что вот ты, если в этой области тренируешься, ты начинаешь видеть смыслы. Ну, вот мы в антропософии, в альдорфской педагогике говорим о 12 органах восприятия. Один из органов – это чувство смысла. И вот когда ты упражняешься, ты видишь, даже ты можешь слушать человека, и в какой-то момент видишь, тебе становится, что там нет смысла, и я не хочу его больше слушать. И просто ты выключаешь. Ну, я в таких случаях, если это публично, я начинаю задавать вопросы. Я теряю смысл, я говорю, так, а вы мне скажите, вот это, вот это, вот это. И после этого у меня смысл появляется в моем слушании. И у человека тогда он видит, что… В свою эстезию правильно. Да. И вот тогда, почему вот эти упражнения мне так нравятся, ну, в принципе, это поддерживающие упражнения Рудольфа Штайнера, об этом он говорил там тоже более 100 лет назад, что нужно обязательно их выполнять, они современному человеку нужны. И когда ты выбираешь и тренируешься, со временем тебе уже можно будет прямо слушать человека и уже понимать, вот он логичен или нет. Это будет целостное восприятие, потому что у тебя чувство смысла наработано. А тут очень важно еще. Вы можете, знаете, когда выбирать? Выбирать, вот слушай человека, и вот он закончил, выключил, посиди спокойно. А тебе хочется встать и делать. И из такого места причем. А не некоторые там вот такие вот… Это эмоциональная волна, но к сознанию не обращено. А вот ты послушай человека, успокойся. Вот если тебе хочется встать и реально что-то сделать для людей. Вот сделать, вот если этот импульс есть, это мы говорим о том, что там был смысл в его речи, и он у тебя в сердце откликается. Там есть еще какая особенность, что когда вы выбираете, слушаете. Вот слушаете сердце, это банальная такая вещь, ее проговорили и затерли. А попробуйте слушать организмом. Вот человека слушайте, как ваше тело на него откликается. И вот эта вещь, она вам поможет выбрать лучше, чем чтение, что он там. Но еще про выборы, когда я сам делаю, я смотрю на человека, а что он в своей жизни сделал. Вот не что он говорит, а что он сделал. Вот он умеет созидать или он умеет просто критиковать. Зато я часто не люблю оппозицию, потому что они всегда против. А как мы говорили с тобой, о иммунитете здоровом и о лекарствах гомеопатических, нужно быть за. Что вы можете сделать за? И вот если этот человек видит, что он умеет делать, я вот смотрю, он говорит, я вижу, он умеет творить, созидать. Ну тогда я готов вместе с ним что-то делать. И у меня на это душа откликается, он говорит, надо делать вот этот спонсор. И он как бы его, вот это слушание телом, вот эта способность управлять мышлением, эмоциями своими. И смотреть, и когда ты работаешь с чувством эмоции, так вот умей им управлять, ты замечаешь, что когда тебя хотят зацепить за эмоции просто, что часто делают вот эти люди, которые хотят быть избранными, они обращаются просто к эмоциональной сфере. И видно, что он на эмоции тебя хочет взять. Вот ты видишь, ну это какое-то неинтересно. В политической сфере. Родовцы часто так делают, начальники и так далее. Да, и действительно, на мягкий взгляд, может уловить это моментально. Если ты купишься на эту штуку, ты даже не заметишь, как воспылает какая-то эмоция. И ты уже наградил его, своего оппонента, вот той едой, которую он так хочет. И ты в его власти уже. А это очень важно, не идти на поводу. Это очень хорошо. А я хотел спросить, мы говорим об упражнениях. А приведи, пожалуйста, в пример какое-то конкретное упражнение. Вот что нужно делать? Цикл упражнений. Если можно, о чем идет речь? О каких упражнениях? Ну вот, смотри. Я начинал с простого, что речь упражнений, я думаю, те, кто занимается антропософией, про них слышали. Это поддерживающие упражнения. Там первое упражнение – это контроль мыслей. Это просто ты несколько минут в день, ты думаешь о какой-то простой вещи. Да, вот карандаш. И мысли твои не должны отвлекаться. Ты удерживаешь внутри себя этот карандаш и о нем думаешь. Вот он такой, вот у него есть такое качество, вот такое качество. У него такая форма, у него такое содержание. И так доходишь, можешь потихоньку дойти вообще до понятия карандаша. Что такое карандаш там? Но это все должно быть логично связано. Мысль одна должна стоять подле другой. Если какие-то ты отвлекаешься, то опять возвращаешься, выстраиваешь эти мысли. И впоследствии, когда ты научаешься делать, ты ощущаешь, да, я могу держать мысль эту. И ты потом переживаешь эту способность. И ощущаешь, как вот некая сила у тебя там из головы затылка опускается вниз по позвоночнику. Вот я сейчас начинаю делать. Ты видишь, я выпрямляюсь в кресле, да, моя спина выпрямляется. Я могу держать. Вот это я становится глазом. Я могу держать мысль. Ты вот очутил эту силу. Я удержал там 5, 7, 8, 10 минут. Точно я думал, я могу эту мысль держать. И я ее как бы опускаю. Это я со своим тонким телом работаю. Потому что мое мышление и те силы, которые удерживают организацию мою физическую, они одноприродны. И поэтому вначале я выстраиваю, я эту как мышцу качаю свою мыслительную, а потом я ее отправляю в эфирное себе, в свое тонкое село, оно меня как бы удержит. И это вот первое упражнение. Мне, пожалуйста, буквально один маленький демонтарик. Совсем недавно я был на одном из занятий по табуре, можно так сказать. И вот преподаватель точно таким же жестом показывал, говорил другими словами, но о том же самом. Когда вот сила мысли должна войти в организм и вот найти там применение. Что интересно, что вы, может быть, говорите на разных языках или разными словами, но на самом деле это одно и то же. И, собственно, наверное, дойти можно до этого умения, упражняясь по-разному. Вот это для меня очень интересно. Я думаю, что есть много дорог в Калькутту. Нужно выбрать путь и идти, а не перебирать бесконечно. Поэтому и тот путь, и этот путь важно к нему идти. И вот эта логика мышления, она становится твоей силой. Потом там есть упражнения, связанные с волей, ее можно помянуть. Это просто как вот тренажер такой. Ну, например, в одно и то же время научиться делать какое-то дело, которое тебя никто не заставляет. Ну, глупость, может, какая-то там, да. Но просто ты это делаешь, ну, как вот штангу поднимаешь. Ну, это вообще тупое занятие, да. Приходишь в спортзал и начинаешь это поднимать. Вообще незачем. Ну, мышц-то откачается. И хорошо, если она потом пригодится тебе для того, чтобы поднять там, ну, что-то, ящики перетащить или что-то. Реально тебе понадобится. Поэтому здесь вот упражнение в одно и то же время делать, ну, простое дело, которое ты для себя решил, но повседневная жизнь тебя к этому не понуждает. Это тоже упражнение, гимнастика такая, да. Ну, я пошел дальше, потому что это как бы… Сережа, я перебил просто, меня прямо улыбнуло. Так ты говоришь, что со стороны это действительно может выглядеть совершенно… Ну, зачем? Если там кто-то мышцу качает, ну, это хоть можно еще представить, где он использует. А здесь, я помню, когда я делал такое упражнение, делал несколько лет назад, я себе поставил задачу без двух минут десять утром дотронуться до носа. И вначале я не думал, ну, что я делал, мне нечем заниматься, на что я трачу мягкость. И только со временем я понял, что тренируется. Вот здесь, мне кажется, нужно подчеркнуть этот временный аспект. Ты можешь осознать не только с помощью этого, а с помощью вот этого. Только после того, как ты поделаешь это упражнение. Ну, там начинаешь делать, ты не можешь помнить, что ты его собрался делать. На это уходит кошмарное количество времени, пока ты начнешь вспоминать. И сначала только по таймеру, а потом надо же без таймера. То есть это месяц ты можешь этим заниматься. Ну, знаешь, я пошел дальше. Я вот это делал, я видел, люди как-то начинают это делать. Ну, вот оно где-то очень глубоко остается, что-то там работает, как-то не видно. Я стал добавлять, поскольку у меня образование психолога еще есть, я собрал огромные, ну, не огромные, но там, может быть, книги, которые, в свою очередь, сборники темы пластичность мозга, как меняются мозги, как меняется мозг, как формируются привычки. Я это изучаю до сих пор. В последние шесть лет я читаю книги, исследования научные. И я стал вводить вот в этот свой курс вот это «Работа с привычками». И там просто производим ревизию вообще своей жизни, на что я трачу свою жизнь. И вот когда ты видишь вообще, сколько времени на что ты тратишь, тогда там выясняется вообще. Или ты говоришь, я хочу вот этого, а давай посмотрим теперь, что ты делаешь. И видим, что ты вообще не этого хочешь. На самом деле ты хочешь там пролить ленту в Фейсбуке, да, или работать с утра до ночи. Не надо говорить, что ты хочешь что-то развиваться. Ты хочешь работать и больше ни о чем не думать. Поэтому не надо думать. И вот когда первое там, я стал вводить уже вот понимание, о чем я занимаюсь, как выстроено мое, и насколько мои повседневные дела соответствуют той цели, которых я перед собой ставил. После этого там, ну, работа с привычками, которые тебе не нравятся. А что вместо них должно быть? Как тебе погасить эту привычку на это место? Какая потребность там, выясняется, какая потребность у тебя есть? И как ты ее удовлетворяешь? И как потребность? Ну, тебе надо там самореализация, не удается это сделать днем, да, приходишь вечером и ешь, 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 ешь. Да, это действует твоя воля, пищеварение, в самой мощной воле, которая есть у человека, происходит подмена. И вот там процесс, это такой, ну, длительный процесс, который там длится несколько месяцев, когда потихоньку можно вот это в себе какие-то привычки поменять. Ну, еще там есть такая вещь, вот когда мы говорили с тобой о том, чем мы питаемся, о целостности, то, например, если ты хочешь, чтобы твоя воля развивалась, то там тебе нужно как-то менять свое отношение к миру. И вот это упражнение позитивности, надо позитивность искать. Вот если эта зараза случилась, а чему я могу научиться у этого? Что в этом есть хорошего? Я выбираю именно это. Вот когда люди любят, и там запрет на критику. Что если ты критикуешь, ну, это как образ. Ты пришел на рынок, да, и вот там овощи, все красиво, а ты выбираешь все, что там гнило, и говоришь, а вот у этого гнило, и собрал все, что там было. И с этим говоришь, а вот я был там у этих, вот этих, вот этих. А зачем тебе это? Это тебе что, помогает? А ты пришел, увидел, о, на свалку пришел и увидел, что там пара вещей есть, которые могут тебе приходиться, пригодиться. И тогда ты это и везде находишь позитивно. И надо упражняться. Ну, я тоже там даю несколько таких простых упражнений. Но я могу сейчас сказать, вот для поддержки тонута. Ну, вот тренируйтесь, вот зашел куда-то, посмотрел по сторонам, выберешь, что тут три вещи хорошие, что тебе здесь нравится. Ну, найди обязательно. И потом это в навык переходит. Вот заходишь, о, мне нравятся вот эти картины на стене, ну, вот эта галтель мне нравится, и нравится, что потолок рук. Все. Ты себе позитивную вешечку поставил. А в том привычку искать хорошее. И оно становится позитивным. Это общий тонус повышает. Поэтому позитивность, ну, и потом готовность ко всему новому, которое связано с непредвзятым отношением. Ну, вот ситуация сложилась так. Да, мне это не нравится. Ну, как Вальдорф и интернет, да. Нет, никогда интернет. А потом бабах эти проблемы, что ездить никуда нельзя, встречаться нельзя. Ну, вообще можно использовать иногда, да. Позитивный, есть, хорошо, ну, непредвзято работает, работает. Только сколько работает? Как ты пользуешься интернетом или интернет? Кто кого имеет? Ты интернет или интернет тебя? Тоже вот надо к этому непредвзято отнестись, все посмотреть, посчитать и потом проявить волю, регламентировать, поставить на свое место. И тогда все будет тебе во благо. Вот этим я занимаюсь, это мне нравится. Главное, друзья, вариантов у вас нет. Или вы это делаете, или в конечном счете вы будете в приложении. И я тоже, если я бросаю упражняться, то тогда мы скатимся в другую сторону. Будем приложением к интернету. Да, лучше с таким не быть. Знаешь, я сейчас вспомнил, ты как-то рассказывал о том, что можно по-разному использовать кухонный нож. Помнишь? Это да. Ну да, это вообще вот. Ну, если мы говорим, что полезно, что вредно, то надо понимать, что, ну, все яд важна доза, это еще Парацель сказал, можно отравиться чем угодно. И, например, самое страшное оружие, которое больше всего людей убито, это, извините, кухонный нож. Но это же не значит, что мы должны пользоваться кухонным ножом, потому что им чаще всего убивают. Поэтому, если у вас есть воля и пробужденное яд, а пробужденное яд, оно все время контролирует. Вот сейчас я сижу, да, говорю об этом, там, руками машу, и сам за собой смотрю, надо ли мне руками махать, да? Надо ли мне про это говорить? Постоянно. И вот это такое самонаблюдение, самоконтроль, чтобы куда-то подруливать. Вот это самосознание. Если оно у тебя есть, то тебе все будет во благо. И яд поможет выработать иммунитет к чему-либо. Поэтому надо как бы стремиться вот находиться в этой точке наблюдения и умения управлять в первую очередь с собой. Слушай, а я уверен, что есть хороший ответ на вопрос. А не теряем ли мы непосредственность, когда постоянно пытаемся контролировать или следить за собой? Вот как я сейчас слишком же стекулирую или нет? Что сейчас происходит? Как я выгляжу, может быть? Здесь наверняка есть какая-то золотая серединка. Ром, все яд. Понимаешь? Все яд. Если ты вот этого переберешь, тебе плохо будет. Поэтому ты же можешь сказать, ну все, а теперь мы расслабились. Роман, выключай запись, мы сейчас будем анекдоты рассказывать. Вопрос в ситуации, да? Я говорю, так, вот здесь надо собраться, а здесь можно расслабиться. И вот когда мы про эмоции говорим, мы не говорим, что их подавлять, мы говорим, надо уметь их выразить. То есть придержать, ну, например, тебя что-то злит, это не значит, что не надо злиться. Злиться – это энергия. А как ты ее проявишь, вот агрессия – это тоже классно. Если ты не будешь агрессивен, ты не сможешь изменить мир. Но как ты это проявишь? Как ты выразишься? Ты разозлился, а что ты из этого сделаешь? Ты разозлился и исправил то, что тебе не нравится. Не за счет других, а из позитивного. Это моя вторая трактовка – позитивность. Тебе что-то не нравится? А сделай правильно. Не критикуй, сделай правильно. Скажи правильно, сделай это. И тогда будет понятно, и человек не обидится, ему больше понравится, что ты делаешь. Поэтому важно, как ты проявляешься в мир, а все эмоции испытывать нужно. Но если ты не упражняешься вот в этом, то тогда тебе будет действовать, знаешь, твое прошлое. Вот немедленная реакция, она обычно связана с твоим прошлым, и очень часто, когда ты немедленно реагируешь, потом задним числом ты понимаешь, надо было по-другому. И вот чтобы был там этот зазор, перед тем, как ты отреагируешь, вот эмоция пошла, она эмоция с волей, она сцеплена, и в психологии даже не различает, там эмоционально-волевая сфера, потому что они вместе. И вот когда это идет, если ты тренируешься, у тебя есть пауза. А как я это проявлю, свое недовольство? Или наоборот, свою радость? И я ее проявляю, обязательно надо проявить, иначе болеть будешь. От того, что подавление эмоций – это болезнь. Поэтому проявляем себя, но управляемо. Превращаясь в агрессорах, в прогрессорах. Да. Ну, агрессия, говорю, вещь хорошая, но если она направлена за, а не против. То есть, когда на меня нападают, агрессия мне нужна, чтобы противостоять этому. Вот. Поэтому без силы, воли, без развития я сейчас не удержусь. Ты просто себя потеряешь. И поэтому, когда мы выбираем сейчас людей, выбираем путь, нам все время нужно увидеть себя, увидеть картину мира, и не только в материалистическом свете, да, а в понимании, что за материей стоит, какие силы действуют. И опять же, вернемся к выбору. Вот человек, а какие силы за ним стоят? Вот посмотри, с кем он дружил до того, как он появился у тебя на экране для выборов. Кто за ним стоит? И ты будешь понимать вообще, что ты выбираешь, какую жизнь ты выбираешь, да? Какой жизнь? Это вопрос такой, какие силы стоят за каждым. В какой жизни ты хочешь жить, это вопрос жизни и смерти. И, знаешь, сейчас пришло из моего любимого Киплинга заповедь. Помнишь там, владея собой, среди толпы смятенной. Вот как раз об этом и речь. Огромное спасибо за эту короткую беседу, за такой фокус. Ну, надеюсь на ближайшие встречи. Спасибо и тебе. Я всегда рад делиться тем, кто мне нравится. Мне нравится картина мира, которая у меня есть, которую я взял из антропотопии у Штайнера. Мне нравится моя практика, которая позволяет чувствовать жизнь и немножко ей рулить. Я надеюсь, что не последний раз. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.